В этом видео мы поговорим, с чем связано состояние сосудов головы, и какие органы и отделы позвоночника на состояние сосудов головы влияют критично. Более подробная информация вас ждет на трехдневном интенсиве. Зарегистрироваться на него вы можете здесь. Боли в пояснице. Вы сейчас скажете опять боли в пояснице. Сейчас я вам буду выносить мозги по поводу остеохондроза, по поводу прострелов в пояснице, по поводу седалищного нерва. Нет! Я вам мозги выносить буду сегодня по поводу того, как боли в пояснице связаны теснейшим образом в состоянии сосудов, в первую очередь, нашей головы. Да, уважаемые коллеги, именно состояние сосудов головного мозга напрямую связано с тем, как у нас часто или не часто болит поясница. Причин, как говорится, притечь в этом плане достаточное количество. Если мы с возьмем и отдельном смысле, как патологоанатомы, разберем человека по частям, то мы увидим, что в системе органов малого таза, в системе полости малого таза, представлены максимально органы и системы, которые максимально, извините за таптологию, васкулизированы. То есть, максимально пропитаны, напитаны сосудами. И качество артериально-венозной крови именно этого региона зачастую связано с тем, как у нас будет вести или ведет уже наша голова. Вот, в продолжении шейного отдела, тут у нас находится или у вас, или у меня, у нас у всех находится череп, в котором находится мозг. А мозг наш пропитан сосудами. Так вот, если у нас есть проблемы с болями в пояснице, уважаемые коллеги, надо обращать внимание, а если у вас в арсенале вегетососудистая дистония того или иного типа, а если у вас прыжки и давление артериального того или иного типа, по типу затянувшихся гипертонических кризов или кратковременных гипертонических кризов, как часто вы с трудом поднимаетесь с утра или утром, со своей постели, какое количество вам нужно времени для того, чтобы расходиться, для того, чтобы расходить свои ноги. А с чем это связано? Опять же, это связано с тем, как ведут себя наши внутренние органы по отношению к поясничному и пояснично-крестовому отделы. И, кстати, сказать, большущее количество специальностей медицинских, которые вот сеются вот таким вот образом, как мак, сеянец, рассевается, рассевается все больше и больше. Обратите внимание, что огромное количество медицинских специальностей в последнее время связано, как раз таки, с чем? Правильно, с сосудами. Появились отдельные специалисты по артериям, появились отдельные специалисты флебологи, появились отдельные специалисты гипотологи, а по большому счету, по большому счету, все это объединяется одной лишь только темой, лишь только одной системой. Системой печени и системой желчного системой жирового обмена и системой энергии, энергосбережения и энергораздачи. Так вот, слабые сосуды, слабость тонуса, слабость пластичности и слабость каркасности, которые в 99% случаев проводят к различным терапевтическим и хирургическим катастрофам, как раз таки лежит в том поле зрения системы контроля за жировым обменом, за поведением нашей печени, за поведением наших ферментов, за поведением того, как наша система пищеварения в той или иной степени реагирует или на голод, или на холод, или на изменение микроклимата, или на какие-то другие смешанные психоэмоциональные состояния. Потому что, по большому счету, являясь печкой, являясь тем самым органом, который воспроизводит, сохраняет и распределяет энергию, наша печень максимальнейшим образом связана с тем, как ведут себя сосуды головы и как ведут себя сосуды пояснично-крестцового отдела. И вот вы на этом промежутке, на этом промежутке, частая поясничная боли, это признак того, что скоро будет болеть голова, будут проблемы с сосудами, будут проблемы с верхним плечевым поясом, а проблемы с головными болями, с региональными, то есть с адресными или нерегиональными, безадресными, перепады давления, метеозависимость, говорит о том, что скоро начнет страдать система поясницей, скоро начнет страдать система пояснично-крестцового отдела, скоро начнет страдать система седалищных нервов. Эти самые нервы, которые вынесены у нас за контур скрытости нашей периферической нервной системы. И, как раз таки, вот эти пресловутые проблемы с резким похолоданием нижних конечностей, с варикозом нижних конечностей, с кистами Бекера и так далее, так далее, по списку, как раз таки, в первую очередь, связаны с тем, как ведут себя кишки, а кишки напрямую связаны, как ведут себя печень. А печень регулирует состояние того, как ведут сосуды себя нашего головного мозга, нашей центральной нервной системы. И, чем надежнее наш мозг, тем надежнее наша периферия. А чем надежнее наша периферия, извините за тавтологию, тем надежней наш мозг. Мы никуда от этого не денемся. Это, как музыка, это, как симфония. Вы можете, да, бесконечно слушать какофонические звуки? Какую-то долю времени можете, а потом все это, этот сумбур звуковой приводит вас к недоумению. Так вот, ровно так же, вот этот сумбур функционально-физиологический приводит к недоумению и нашу центральную нервную систему. И что у нас получается? Получается блокирование, в первую очередь, в области пояснично-крысовых отделов. А дальше, уже по списку. Потому что самоустройство сырочайшей мышцы, широчайших мышц спины, самого главного паруса пояснично-крысового отдела, самого главного регулятора движения нашего таза, напрямую связано с тем, как ведет себя грудной отдел, и напрямую связано с тем, как ведет себя шейный отдел. Ровно так же, как и в обратном направлении. Подробнейшим образом на эту тему мы остановимся на нашем ближайшем воскресном вебинаре, на котором будем говорить о взаимосвязи между здоровой спиной, здоровой поясницей и состоянием сосудов. Присылайте нам свои вопросы, интересуйтесь этой темой, ссылочка находится под этим видео, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и расскажем вам, как вы можете самостоятельно помочь себе и помочь своим близким разобраться в острых состояниях, связанных с состоянием спины, состоянием позвоночника, состоянием пояснично-крысового отдела. Приходите, не пожалейте, будьте здоровы! Продолжение следует... Продолжение следует...